Первое послание Тимофею, глава четвертая. Духший ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским, через лицемерие лжесловестников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, чтобы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божиим и молитвою. Внушая это братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал. Негодных же и бабьих басень отвращайся, а упражняй себя в благочестии. Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Слово сие верно и всякого принятия достойно. Ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, Который есть спаситель всех людей, а наипаче верных. Проповедуй это и учи. Никто да не пренебрегает юностью Твоею, но будь образцом для верных в слове, в жизни, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Да, коли не приду, занимайся чтением, наставлением, учением. Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. Об этом заботься, в этом пребывай, чтобы успех твой для всех был очевиден. Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя.